Доброго дня коллеги, с вами Гусев Александр. Новогодние праздники закончились и я представляю вам очередной обзор на следующей неделе. Приятного просмотра. В новом году Сбербанк все-таки решил обновить свои исторические максимумы и пробил уровень 233.95. Остальные акции не подошли к назначенным уровням, поэтому эти идеи актуальны на следующей неделе. Все эти уровни я напомню ближе к концу видео. А мы переходим к обзору ожидающих нас событий. Очень важно знать, что в понедельник будет государственный выходной в США, день Мартина Лютера Кинга. Никакие банки не будут работать и поэтому понедельник будьте осторожнее, он не будет отличаться волатильностью скорее всего. Далее среда 13.00, индекс потребительских цен по еврозоне. В четверг 16.30 целый винегрет из статистики по США, поэтому в это время лучше все-таки присутствовать на рынке. В тот же четверг, но в 19.00 запасы нефти по США. Акции работать не будут, но фьючерсы и валюту надо посмотреть. Из корпоративных событий. 15 января, понедельник. Отчетность Сбербанка по РСБУ за 2017 год. Глядишь, в очередной раз разнесет исторические максимумы. В среду 17 января НЛМК опубликует операционные результаты за 2017 год. А теперь обсудим, какие торговые идеи ждут нас на следующей неделе. И в первую очередь Сбербанк. Думаю, возможен ретест уровня 233.95 или пробой уровня 243.76. А может быть все вместе. Посмотрим. Также уровни, которые мы рассматривали в прошлых выпусках. Это Сургут нефтегаз и уровень 27.17. Лукойл 32.63. И магнит уровень 61.65. Из свеженького московская биржа с хорошей проторговочкой на уровне 108. Либо мы к нему вообще не подойдем. Уже отскучим именно с текущих значений. Либо пойдем его пробивать. И напоследок идея по Татнефти. Здесь как такового уровня нет, но есть максимум 520. И проторговка под этим максимумом. Татнефть в последнее время неплохо растет, очень позитивно. Поэтому я обращу внимание на этот уровень, а именно на его пробой. И в завершении нашего обзора я прошу обратить ваше внимание на расписание мероприятий ЛАП ТВ на следующую неделю. А я с вами прощаюсь. Желаю всем зеленок и как всегда рекордов.